Санкции против Басты и Джигана, концерт Моргенштерна на Бали, суд над Оксимироном, ответ хейтерам от Кизару, сниппеты от Сими, Бульвар Депо и Доры и многое другое в сегодняшнем ролике. Не забывайте оценивать видео лайком и подписываться на канал. А мы начинаем. Приятного просмотра! Дорогие подписчики Рэп Ньюз, хотите стильно одеваться, но из страны ушли любимые бренды? Тогда рекомендуем годный магазин кроссовок и одежды Hustle.RF в наличии. Более трех тысяч редких брендовых кроссовок, которые нигде не купишь по адекватным ценам. Материалы качества не уступают оригиналу. Приятный бонус это бесплатная доставка и оплата только при получении. Для наших подписчиков Hustle предоставили промокод RAPNEWS, который дает скидку в 30%. По промокоду уже закупились тысячи подписчиков. Ссылочка в описании. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит персональные санкции против 119 человек, преимущественно российских деятелей культуры. Причинами стали посещение оккупированных территорий, участие в государственных концертах и публичная поддержка СВО. Под раздачу попали Киркоров, Никита Михалков, Билан, Лепс, Петросян, Артемий Лебедев, Стас Пьеха и внезапно Баста с Джиганом. Если с Бастой все понятно, то вот что Джига сделал, непонятно. Согласно санкциям блокируются денежные активы и запрещается вывод капиталов из Украины. Теперь вряд ли Денис сможет сгонять на родину, а Василий к своим родственникам. Да уж, хорошо, что Джиган успел вложиться в недвижимость в Дубае и сейчас просто чилит и купается на очередном курорте. Такое ощущение, что он всю жизнь занимается тем, что отдыхает. А вот человек, который под санкциями уже со стороны РФ, Оксимирон, не пришел в суд по поводу своей песни «Ой да». На всякий случай напомню, что в начале декабря песню проверили и возбудили административное дело, потому что в треке нашли призывы к сепаратизму. Заседание суда было назначено на 9 января, и Окси и его представители, конечно, туда не явились, как мы и предполагали. В итоге прокурор попросил перенести заседание, а официальной причиной стал поиск дополнительных доказательств. Каких? Непонятно. Следующий суд запланирован на 7 февраля, и что-то подсказывает, что Окси опять никуда не придет. А вот еще один заграничный иноагент Моргенштерн в это время делится впечатлениями после концерта на Бали. «Так как делаем мы, не делает никто. Пока щенки кличут предателем, я буду делать дело своей жизни, и буду делать его полностью», написал Алишер. Видимо, Морген так впечатлился эмоциями и энергетикой концерта, что резко поменял стиль прически. Также отошел от привычного стиля и Кезару, но не в прическах, а в музыке. На прошлой неделе он показал сниппет нового трека. Многие слушатели Олега остались недовольны и разочарованы сменой стиля, но он уже успел ответить хейтерам, сказав, что не собирается делать одно и то же. «Никогда не буду делать одно и то же». «Тебе нужно найти пять отличий». Какой ты отношеник? «Никогда не буду делать одно и то же». «Миш, мне скажи, пожалуйста». «Если вам нравится слушать одно и то же, вы слушаете. Это сугубо лично ваш кругозор в музыке». Кстати, есть вероятность, что скоро выйдет большое интервью с Юрием Дудем, который теперь живет в одном с Кезару городе – Барселоне. Юра был признан иноагентом и закрыл ИП в России. И теперь он полностью переехал в Испанию. Видео снимать он не перестанет, а вот налоги будет платить уже другой стране. И кто знает, может быть нас действительно ждет интервью с Кезару. Кстати, в своем инстаграме Кезару рассказал, что иногда сам перечитывает свою книгу. Уж такому самолюбованию может позавидовать даже Моргенштерн. «И нарциссическая дрочка». А потом Кезару показал еще один сниппет. И на этот раз звучит уже ближе к его привычному стилю. «Я владею, не двигай по Европе, это хобби, ты работаешь на папиной работе». Также новым материалом скоро поделятся Бульвар Депо и Симми. Они готовят совместную работу, где Бульвар выступает в непривычном амплуа. И уже можно послушать сниппет. Кроме того, отрывок нового трека показала пивная АСМР-звезда Дора. «Что ты сделал для любви?» «И-и-и, для любви». А еще, внезапно, кусочком новой песни на трансляции в Инстаграме поделился Рэм Дига. Стать сниппетом поделился еще и дядя Джей Ай, подписав это видео как мировой хит. Так ли это? Можете написать в комментариях. «Я не знаю, дядя суки знают, я не знаю, дядя суки знают». А еще дядя скоро будет участвовать в ивенте батл-площадки РБЛ. Хедлайнером которого будет батл Басоты и Керамбита. Тимур в это время подогревает интерес аудитории к грядущему батлу. Параллельно троллят дядю Джей Ай. «Мало того, что батлюсь с каким-то Керамбитом, так еще и в один день с дядей Джей Ай. Какой ужас!» Написал Басота. «Сам дядя еще и альбом готовит, который, по его словам, тоже будет мировым хитом. Сольный альбом я выпущу весной под названием «Обезьяна-босс», который станет культовым в истории русскоязычной музыки и побью все рейтинги». Написал Джей Ай. Что ж, удачи ему в битве с рейтингами. А вот у Ильи Прусикина из «Литл Биг» могли бы быть битвы с законом. Ну, это, конечно, если бы он находился в России, а не в США. Там он позволил себе прокатиться на скейте в виде креста, чем задел чувства многих верующих. Говоря про задетые чувства, невозможно не упомянуть свежий трек Яникса и Херон Уотера. Панчи, ну, очень грязные. Ну и, конечно же, смешные. Меня отказали все мои запасные штюхи, я еду в дрочильню. От меня у нее загорит пуси, будто обстану кипятильник. Их панчи почти такие же грязные, как грязный Рамирес, который попробовал себя в новом формате, записав забавный скетч с инструкцией о том, как стать настоящим гангстером. Учим всех читать рэп. Носить красные души, любить бутылки, танцевать брейк-данс. Видимо, насмотревшись именно такого кринжа, фараон пожалел о своем решении завести себе тик-ток и официально выложил заявление. Все, ушла эпоха, фараон больше не тик-токер. Все, я вынужден официально заявить, я все, я больше не тик-токер. Это была ошибка в молодости. Глеб ушел из тик-тока, а мы на этой грустной ноте уходим с ваших экранов. Так, так, стоп. Оставляйте в комментариях ваше мнение по поводу новостей и новинок и поддержите наши старания лайком и подпиской. До скорых встреч на проекте Рэп Ньюз. Субтитры сделал DimaTorzok